Второй вариант событий, второй сценарий, это обыкновенное физическое устранение, либо желание, как сказать, организация просто, знаете как, ну избиение, скажем так, то есть забрать здоровье, покалечить меня. Эти люди прекрасно знают, что город Геленджик, он крайне маленький, да, я занимаюсь спортом, с утра я бегаю, хожу и в принципе для людей, которые живут в городе Геленджике, крайне не сложно по тем видео, которые я выпускаю, построить мой маршрут, понять откуда я бегаю, куда я бегаю и это практически всегда безлюдные места. Поэтому сценарий номер два, это нападение вот в конкретно безлюдном месте и причинение мне тяжкого вреда здоровью, либо смерти. Для чего это видео? Первое, это видео для попытки предотвращения данного преступления. Ну что, друзья, снова пришло лето, время отпусков, пляжа, загара, шашлыков и снова Вадимке Харченко понадобились деньги. Не хочется банально повторять, ну а что я вам говорил, но тем не менее я скажу, что тогда, год тому назад, в конце июня, когда Вадим навешал лапши всему честному народу, собрав приличный куш, который ему хватило ровно на год, я сказал, что ничего с Вадимом не случится. Это тем, кто говорили якобы травим мы, очень мощного оппозиционного блогера, нехорошо, ребята, ой, нехорошо. Нужно посочувствовать, нужно распространить его новость и призвать всех помогать материально Вадимке. Но я тогда сказал, что даже если мы поднимем большую волну и даже если всем очевидно будет, что это обыкновенный российский мошенник, рожденный мошенником и всю жизнь проживший как мошенник, ничего с ним не случится. Он соберет деньги с лохов и через годик выступит с новой акцией. И вот, ребята, ну прям как в воду смотрел, прошел буквально год, ровно 12 месяцев. И теперь хорошо подтянувший свое материальное положение, купивший хорошую дорогую машину за ваш счет, ребята, переселившийся в один из самых дорогих районов России, город Геленджик, Вадимка снова захотел сорвать куш. Ну а почему бы нет, если один раз получилось и смог, так сказать, всего лишь за 10 минут, изобразив слезки, а до этого полчасика поснимав себя на каких-то там задворках Краснодара, ему удалось обмануть такое большое количество лохов или выявить их, этих лохов, и залезть эффективно в их карман. Почему не попробовать еще раз? Только я думаю, на этот раз Вадимка, конечно, будет умнее, то есть он учтет пожелания всех зрителей и обязательно представит нам что-то более качественное. Я бы вообще посоветовал ему, вот сейчас он говорит о том, что его почти заказали, его вот-вот грохнут даже известные имена этих преступников. Ну, как бы заявление писать в милицию он, конечно, не будет, зачем? Ну, нет, ведь он же очень оппозиционный блогер, понимаете, он же занимается какой-то такой деятельностью, за которую его не просто даже в тюрьму посадят, а вот прям сразу грохнут, как великого российского революционера. Но я думаю, что за всем этим последует театральное представление, которое мы еще не видели. Я ему советую привлечь, денег у него много, профессиональных режиссеров, то есть загримировать, положить в какую-нибудь больничную палату, подключить капельницу к какому-нибудь месту, наложить кровавые бинты на голову, очень хорошо, правдоподобно нанести синяки на одно лицо и так далее. Сейчас все это можно. Не обязательно все это делать на коленке, как он сделал, своими тупыми провинциальными мозгами. Можно же привлечь профессионала. И тогда все поверят, что против этого очень опасного блогера, ну просто самого острого на язык во всем YouTube, обязательно хочет кто-то убрать, заткнуть его иначе. Он такое говорит, что просто волосы у власти дымов становятся, такую правду народу открывает. Нигде вы ничего подобного не слышали, вот только он на своем канале вам расскажет, где она, Кащеева игла, в каком яйце, в каком сундуке и что нужно делать, чтобы все это изменить. Так что, Вадимка, привлекай профессионалов на этот раз. Потому что я думаю, что последующие серии вот этого его призыва, уже появились, конечно же, реквизиты, куда нужно заранее переводить денежки. Я думаю, что серия номер два будет «Убивали, но не добили». И доблестный Вадим выйдет, как всегда, победителем. Все заживет, как на собаке. Ну и на следующий год хватит мошеннику, опять же, прожить красиво и замечательно. Я не удивляюсь тому, что даже канал его не пострадал. Подписчиков у него за это время удвоилось. Ютуб, несмотря на абсолютно доказанное мошенничество, даже не снял монетизацию с этого канала. То есть они должны были, по сути, вообще закрыть ему доступ в информационное пространство. Не, нифига подобного. Даже монетизация сохранилась. Представьте, так сильно давят на оппозиционного блогера. Ой, как сильно. Ну просто вообще жизни нет ему, как вот он сам заявляет. Не может спокойно на пляж ходить. Переживает, что выйдет на набережную, прям там его и повяжут, бедняжку. Мне всегда интересно, почему эти люди настолько лишены возможности соображать, что они готовы поддерживать любого болтуна. Любого. Ну, вы знаете, да, там уже Мальцеву купили дом во Франции. Сейчас второй ему собирают. Он очень сильно заслуживает, да. Прям такой борец. Без него русская революция вообще не свершится. Ну, там, во Франции. Гимельфарбу, как вы помните, который бы и так переместился по своему этническому происхождению. Помогли, билет купили. Все, хорошую жизнь ему устроили в Израиле. Он живет, ну, в разы лучше каждого из вас. Но, тем не менее, постоянно доит лохов. Вот мне интересно, если у людей так сильно много денег и деньги жгут ляжки, неужели нельзя найти себе, ну, более достойных кандидатов для этих денег? Если уж и нужно кого-то поддерживать вообще всегда, да, вот как бы во всем мире, то поддерживают либо детей, так как бы принято, больных, немощных, или поддерживают творческих людей. То есть самое полезное, что можно сделать тем, у кого много денег, это поддержать творческого человека. Это может быть музыкант, это может быть писатель, поэт, художник. Те, кто двигают культуру твоего народа, твоей страны. Потому что культура – это то, что остается в веках. Культура – это то, что меняет сознание. И культура – это то, что предшествует экономическим изменениям. То есть я множество раз говорил, сначала меняется культура, восприятие человека, мира, всего остального, понимание вообще того, что вокруг него происходит. Без культурных деятелей это невозможно. А затем идут глобальные изменения в стране. Поэтому если бы эти люди, ну, хоть немного могли бы включать мозги, они бы выбирали проекты, которые делают культурные люди. Они действительно требуют денежных вложений со стороны населения, простых людей. И эта практика существует во всем мире. Поддерживают талантливых писателей, талантливых музыкантов, талантливых художников. В России поддерживают балаболов. Даже больше, я скажу, пиздоболов. Которые сидят и от нечего делать трепят языком перед камерой. И они считают, что вот такие, как Вадимка, что от того, что они посидели и что-то там поговорили со своей хитрой мордой, они уже заслужили лучшей участи. Лучшие, в отличие от вас. Они с удовольствием поживут за ваш счет. Они придумают вам очередную историю. И они могут даже представить его в виде кино, то есть с гримом, со сценарием, со всем остальным. И сколько уже таких попыток было. Ну уж, если вы один раз сильно лоханулись и перевели Вадиму много денег. Ну неужели на второй раз вы опять начнете это делать? Сколько можно поддерживать мошенника и негодяя? Вы понимаете, что никогда ничего не изменится в стране, если у людей не изменится сознание. Сознание того, что не надо помогать материальным болтунам. Он ничего полезного не делает. Это не конструктор, это не исследователь, это не спортсмен, приносящий золото своей стране. Это даже не дворник, который делает улицы чистыми. Это не врач, не инженер. Обыкновенный болтун. И на его месте может быть каждый из вас. Купите камеру, сидите и говорите. Больше ничего. Нечего сказать, зачитывайте новостную ленту, как это делает Вячеслав Мальцев на протяжении уже шести лет. И делает удачно, поднимая бровки, опуская бровки. Ну, почесав за одним ухом, за другим ухом, просто сидит и зачитывает новостную ленту. Все. А между делом постоянно внушает мысль, что ему очень сильно нужна ваша материальная помощь. В общем, больше не хочу я говорить об этом негодяю, потому что, по-моему, в прошлом году было все достаточно сказано. Я единственное только что скажу еще. Есть новый ролик, помните, да, нашего Шерлока Холмса, Сельмура из Азербайджана, который сделал одно из самых толковых расследований год тому назад. Он вернулся к теме Вадима Харченко и доказал еще раз, как Вадим Харченко до этого обманывал людей с якобы с акцией сожжения своей машины. Вот снизу будет ссылка на этот ролик. Пройдите, посмотрите. Очень полезный ролик, если вам хочется освежить в памяти, какой негодяй на самом деле Вадим Харченко. И второй, если хотите посмеяться, пройдите на канал скрипоносного бузатера. Вот, кстати, тоже человек-блогер. Но помимо того, что он с юмором преподносит те или иные темы, он еще и является народным художником. Да, вот он сидит на фоне своих картин. Это стиль наивный. Такой стиль, кстати, на Западе ценится весьма. Ну, один из самых ярких представителей этого наивного стиля. Например, Вася Ложкин. Вы наверняка очень много встречали его картин. А вот что-то в этом же самом ключе, но свое индивидуальное делает блогер скрипоносный бузатер. Вот поддерживайте творческих людей, да? Время пройдет. То, о чем говорится на тех или иных блогах, это все уйдет в небытие. А вот, допустим, картины останутся как квизитная карточка, как зафиксированные чувства простого человека относительно той страны, в которой он проживал. Ищите подобных людей, поддерживайте тех, кто действительно талантлив. Талантлив, 2% креативного меньшинства есть в каждой стране. Они нуждаются в помощи. Балаболы, тем более уже обманувшие вас настолько нагло, ни в какой помощи не нуждаются. Ни в материальной, ни в информационной, ни в моральной поддержке. Был бы Вадим Харченко порядочным человеком, он бы тогда уже закрыл этот блог и ушел во своя си. Ну, уже поимел людей, уже все, уже переселился ты в Геленджик, уже ездишь ты на машине, которую ты не заслуживаешь, и живешь наверняка в жилье, которое ты не заработал. Нет. Он хочет еще раз, в очередной раз, кого-нибудь обдурить. Я думаю, что своими вот этими российскими максгами этот мелко крапчатый мошенник думает так, ну, тогда у меня было 180 тысяч, и мне так подфартило. А сейчас у меня 350, так тем более, тем более должно сработать. Так что мое обращение ко всем нормальным здравомыслящим людям, что бы ни следовало с этого канала, даже если вам покажут съемки из реанимации, не верьте этому человеку. Ни одному его слову не верьте. Этот человек не заслуживает ни малейшего доверия. А по крайней мере этим я меряю всех этих сборщиков, всех этих сборщиков ваших денег. Так, у меня начинается звон колоколов, значит, 12 часов. Буду заканчивать на этом, друзья мои. Пожалуйста, прежде чем открыть ваш кошелек, подумайте, достойному ли человеку вы хотите помочь. Пока.